Всем привет! Хочу показать вам Mount Online Вот видите, он уже шлет нам notification какие-то, которые в нем появились Хочу сразу сказать, что появился он на днях Это Developer Preview То есть самая-самая первая версия для разработчиков, ставить вам ее не стоит Но ее возможности и фишки можно обсудить А также можно порассуждать на тему Почему за это хотят 29 долларов при апдейте Когда это будет летом, когда все будут апдейтиться то Apple захочется у вас получить 29 долларов И хочется понять, стоит это 29 долларов или не стоит Начнем с самого важного Что все ждали Это интеграция с Twitter Можно ввести свой аккаунт Twitter Можно расшарить страничку Можно, например, сохранить картиночку Сделать ей просмотр Вот таким образом И здесь тоже будет шаринг в Twitter И в iMessage И еще в какие-то сети Но главное Twitter Twitter прямо везде и всюду Пойдем дальше Нам сделали Omnibox Мы теперь здесь можем искать Например, вот Не так, а вот так И поисковая система Google Подберет нам нужный сайт Это две вещи, которые мне очень нравятся А теперь перейдем к остальным вещам Которые мне не то что не нравятся А от которых я немножко в шоке И мне кажется, что это как-то не по-эпплски Ну, начнем, например, с напоминаний Вот они такие Точно такие же, как на Apple iPhone Или Apple iPad Можно настраивать все те же самые данные Все синхронизируется по iCloud Я не пользовался этим даже на iPhone и iPad Здесь пользоваться подавно не буду И мне кажется, что приложение само выглядит, конечно Просто портированным И не очень привлекательным Не очень интересным И не стоит Ну, нисколько не стоит Могли бы просто подарить Могли бы просто в Apple Store выложить и все И бесплатно качайте Вот это приложение из той же серии Это заметки Заметки у нас были на iPhone и на iPad С первых их версий Теперь можно заметки писать здесь Тоже все по iCloud синхронизируется Ну, вот это вот Чуть-чуть притормаживание Это, соответственно, девелопер превью Это ничего страшного С заметками можно делать вот так И вот так Это было еще в старых версиях Там тоже были такие подобные вещи Но не в старых версиях Mac OS я имею в виду Там были такие стикеры, по-моему, назывались Но здесь как бы реализовано не очень интересно То есть если закрываешь, то все закрывается Хотелось бы, чтобы, конечно, вот это оставалось И было бы удобно на виду какие-то списочки держать Добавлять их Тем более, что они по iCloud синхронизируются Было бы замечательно Хотя тоже приложение из той области Что выложите за доллар Соответственно, мы скачаем Скажем спасибо И обновлять операционную систему Ради этого как-то не очень хочется Контакты Адресную книгу переименовали в контакты Чтобы вы не путались между iOS и macOS Точнее, у нас и Mac убрали Теперь у нас теперь просто OS X iOS и OS X iCalc переименовали в календарь Для тех же По тем же причинам Что еще сделали? Сделали месседж То есть эти наши сообщения Те самые, которые на iPhone'ах у нас появились в пятой версии Соответственно, мы можем посылать Вот я сейчас сам себе пошлю сообщение Вот так это происходит Можем себе посылать сообщение Можем общаться с друзьями Все это бесплатно через интернет По e-mail Индификатором выступает либо e-mail, либо сотовый телефон Но первый вопрос Это дизайн этого приложения Это ужас То есть это не то, что ужас Но это не Apple Это дело не Apple Я не знаю, кто это делал Но я отказываюсь верить, что это делал Apple Второе Не очень понятен алгоритм действия То есть когда я пишу сообщение кому-то Вот, например, я пишу тест То оно приходит человеку и в эту программу Если она у него запущена И на телефон, и на iPad И везде помечается непрочитанным Он прочитает ее здесь Она будет непрочитана на телефоне Телефон при этом мигнет И так далее и тому подобное Получается прям как-то очень странно И этот вопрос нужно решать И решать в скорейшем времени Потому что когда сейчас сидишь с этой программкой За компьютером И тебя еще телефон при этом пипикает И программка пипикает Не очень приятно Дальше пойдем Вот notification у нас появились Вот такие вот они Тут можно что-то выбрать Тут будет все появляться Там e-mail и так далее и тому подобное На ноутбуках это по свайпу работает Вот видите, как работают они На ноутбуках это по свайпу достается У меня мышка У меня вот так вот мышкой достается Мне почему-то казалось, что это должно здесь оставаться Но на самом деле если вот куда-то ткнуть То оно исчезает Может быть это мое субъективное мнение Но ребята из Apple похоронили программу Growl Соответственно ее теперь с нами не будет У нас будут встроенные notification Которые настраиваются Вот появился отдельный пункт настроек Notification Вот можно выбирать, как это будет выглядеть То есть либо алерты, которые нужно будет закрывать Либо баннера, которые всплывают и потом исчезают Либо просто ничего Ну и соответственно сколько штучек и так далее и тому подобное Вот тут у нас Так, не тут А вот тут у нас появилась интеграция с Twitter, Flickr, Vimeo И какими-то китайскими суперсайтами О которых мы ничего не знаем Остался наш любимый iCloud И пойдем дальше Теперь вот еще интересно Все обновления перенесли в Mac App Store То есть вот видели, я нажал сюда Куда обычно нажимаем, когда Хотим обновить операционную систему до новой версии Вот он проверяет, новые программки ищет Мы пока сходим вот сюда И посмотрим новый виджет У нас появился новый виджет вот с акциями Такой довольно-таки красивый Но опять же это все с айфона Какой-то порт, за который можно заплатить Ну я даже не знаю, наверное доллар даже нельзя заплатить Можно заплатить центов 10 за такое нововведение И давайте посмотрим наши программы еще А, появился поиск Не знаю, для чего он здесь нужен Но, видимо, можно искать Ну вот, например, вот так, да Ну здорово, да Появился поиск Тоже такое обновление великое Которое прям все хотят И за поиск заплатят 30 долларов Я не спорю, все заплатят 30 долларов Я просто пытаюсь понять за что И мне кажется, что не за что Хотя платить придется И я сам буду первым, кто заплатит Но как-то по сравнению с Львом Обновлений довольно-таки мало Есть еще обновление по безопасности Которое не дает запускать программы Которые находятся не в Mac App Store Или там не подписаны разработчиками И так далее и тому подобное Но опять же это могло быть каким-то обновлением Не таким глобальным Ну вот наше обновление Вот теперь здесь вот мы можем увидеть Обновление операционной системы Вот он нам предлагает какие-то драйвера для HP скачать Чтобы обновить операционную систему нашего Кагуара NGB тоже обновились Соответственно вот Что хотелось сказать по поводу цены Я посчитал в мире где-то Ну точнее как посчитал Поискал информацию и нашел, что в мире 1 миллиард пользователей компьютеров Из них 6% пользователей Mac 6% это 60 миллионов Да, примерно получается Ну предположим Выкинем 10 миллионов тех, кто останется на старой операционной системе Возьмем остальные Потому что мы помним, что на Alion переходили все поголовно Это прям большинство людей Перемножим 50 миллионов на 30 долларов Получим так случайно полтора миллиарда Полтора миллиарда долларов Ну выкинем еще полмиллиарда на то, что кто-то не обновился И на то, и туда, и сюда Вот вам заработок миллиард от компании Apple На приложениях, которые по мне стоят Так, доллар, 2 доллара Ну ладно, там 3 доллара Итого 5 долларов И чего-нибудь еще Может быть на доллар Ну долларов на 6, может быть на 7 А нам все это предлагают за 30 Причем это будет много криков Много пиара И будут говорить, что вот прям новая операционная система Супер-супер навороченная И так далее, и тому подобное Хотя мне казалось бы, что это могло бы быть 10.75 И никто бы абсолютно не расстроился И все бы скачали Сказали бы спасибо Apple Продолжали бы покупать эти железки Apple И они бы на этом заработали Но видимо им этот миллиард долларов Очень хочется заработать Ну пусть заработают Пусть заработают и сделают нам что-нибудь еще Я думаю, что когда они в марте покажут iPad 3 Я забуду про этот Mountain Lion И буду опять говорить, что Apple такая хорошая И прекрасная фирма Вот Так что спасибо всем, кто слушал До свидания Покупайте обновление за 29 долларов летом Переходите на Mountain Lion